Интересно Мой друг, его зовут Джой, это наша с женой вторая собака. Первая это корги, которую мы купили. Долго, тщательно выбираю породу, заводчика, питомник. И с нашей корги мы, собственно, начали знакомиться с городом и с городской средой. Вторым появился Джой. Мы его, собственно, спустя год вместе с моей корги, которую зовут Бруня, подобрали в поле. Они познакомились, и вот спустя неделю он жил у нас. Третью собаку мы тоже спасли. Его зовут Малыш, он тоже овчарка, живет в будке, а он теперь с нами. Но вы только с Джоем тестируете разные города? Да, Малыш пока еще не готов к длительным путешествиям, а с Бруней путешествовать не спортивно, потому что она маленькая, милая корги, и с маленькой милой корги можно путешествовать где угодно. А с среднего размера, не очень мимишной, почти овчаркой, это уже поинтереснее. Ну, тему мы уже заявили. Если мы говорим о том, насколько города сейчас приспособлены к собакам, давайте поговорим о том, почему или как привычки, образ жизни питомцев, собак влияют на городскую инфраструктуру, на какие-то городские объекты. Ну, смотрите, они, к сожалению, сейчас практически никак не влияют. Ну, то есть так склонжилась жизнь, что сегодня практически всегда в городской среде владелец собак – это маргинал. Очень много детских площадок, очень много спортивных площадок, есть всякие разные вело, маршруты, беговые, пешеходные, какие угодно. Но специализированной инфраструктуры для собак в городах практически нет. Мы все, как владельцы, ищем парки, дворы, какие-то пустыри, заброшенные пятачки, где можно спокойно погулять с собакой. При том, что по данным ВЦООМ и, в общем-то, по данным наших исследований, примерно приходится одна собака на 15-20 жителей города, что, в общем-то, сопоставимо по количеству детей. Вот, поэтому города довольно дружелюбные, но совершенно некомфортные. А есть ли уже такие города, где создаются такие площадки, парки или какие-то другие объекты, где комфортно было бы собакам? Ну, если говорить про мировую практику, то практически везде, от Тель-Авива до Нью-Йорка. У нас есть телеграм-канал «Собакин город», вот мы там в том числе рассказываем про лучшие практики, лучшие мировые парки для собак. Вот, и парки для собак в мире иногда намного более интересны, чем детские и всякие развлекательные парки у нас в России. Пока это так, к сожалению. Вот, если говорить про Россию, к сожалению, городов, которых я бы назвал действительно с точки зрения инфраструктуры комфортными, точно нету. Потому что даже в Москве, при том, что в Москве очень много док-френдли, кафе, мест, можно ездить в транспорте, но на примерно 2 миллиона собак около 900 площадок. При том, что они старые, дрессировочные, они игровые и неактуальные. Но даже если закрытые это глаза, просто посчитать по количеству, 2 миллиона собак на 900 площадок. Вот. Наш проект очень благодарен Республике Татарстан и Казани, потому что вместе с Институтом развития городов республики мы затеяли такой большой проект сделать всю республику док-френдли. Мы построили первый большой парк для собак государственный в Набережных Чумнах. Мы построили классную современную площадку в Казани. И очень важно, что эта площадка часть большого городского парка. То есть это не такая вот загончик на высенках, а это такая полноценная часть инфраструктуры, где собачья площадка становится в один раз. Детская инфраструктура и спортивная. Вот. Я думаю, что в этом году еще площадок 10, может быть, 15 в республике построим. Ну, и это тоже капля в море. Не могу сказать, что благодаря этим усилиям можно будет сказать, что вот Казань стала абсолютно док-френдли. Пока нет. Как бизнес-сообщество продвигается вот в теме док-френдли? Можно уже увидеть, что в некоторые магазины, кафе можно со своими питомцами прийти, но в некоторых есть ограничения. Допустим, до 35 сантиметров собака должна быть. Вот. Как вы к этому относитесь и видите ли перспективы в этом направлении? Да. Я вижу в этом направлении очень много перспектив. Я вижу, как большой крупный бизнес начинает строиться и маркетинговые компании, в том числе с опорой на тему док-френдли. Ну, например, Альфа-банк, который не только сделан все свои отделения док-френдли, но и делает открыто большое количество рекламных постов с использованием собак. Я вижу, как большие сетевые магазины становятся док-френдли, и газеляет об этом открыто. Я вижу, как многие девеноперы начинают в своих рекламных, в том числе, компаниях использовать тему, что и тезис, что мы создаем среду, в которой можно жить с собакой. Вот. К сожалению, пока многие девеноперы понимают это просто как необходимо сделать на помойке в подъездах, но это первый шаг. Вот. Поэтому я вижу большой потенциал, то есть даже крупный бизнес строит маркетинг на основании собак. Если говорить про док-френдли историю, то здесь тоже континуум велик. И вы говорите про то, что кто-то становится док-френдли, об этом заявляет, а кто-то не становится, а кто-то посерединке ограничивает. Вот. Но на самом деле уже сейчас есть очень крупные бизнесы, которые даже не заявляют о том, что они док-френдли. Опять-таки в рамках подготовки материалов для нашего телеграм-канала мы делаем всякие фотосессии в разных местах. И огромное количество кафе, магазинов в Москве пока, к сожалению, где можно... Ну, то есть ты заходишь туда с собакой, и это не вызывает никаких вопросов. И не то чтобы даже там можно или нельзя, просто с ребенком, с собакой, с чемоданом. Вот. И это очень здорово. И в этом смысле культура док-френдли уже стала где-то, в каких-то местах она стала настолько... Как сказать? Ну, настолько она стала проявленной, что даже перестала на себя обращать внимание. Вот. При этом понимаем, что городская среда это еще не только кафе и магазины, это еще и общественный транспорт. Вот у нас бы в Калуге был вопиющий случай, когда женщину с собакой по водарем водитель отказался пускать в автобус. Как сейчас вот в крупных городах в Москве с общественным транспортом, как принимают ли везде, ли можно проехать с любой собакой? Ну, не будем затрагивать уже даже самолеты или поезда, там отдельные условия. Ну, смотрите, правда, хороший вопрос, непростой. И в Москве с общественным транспортом дела обстоят очень неплохо. У нас есть собственные исследования, мы пропрашивали, и у меня есть собственный опыт. Мы с Джоем много занимаемся дрессировкой, послушанием, в том числе и в общественных местах. И мы в автобусе ездили, в троллейбусе, на станцию электрички заходили. То есть в Москве с собаками любого размера, в наземном транспорте, без проблем можно, и даже контролеры очень умиляются и радуются встретить собаку. В метро сложнее, и на самом деле это большая проблема, связанная с тем, что в метро есть как будто бы формальные правила, запрещающие, но они не всегда соблюдаются, даже очень часто не соблюдаются. Многие молодежи говорят, ну, в метро нет проблем, приезжайте. И эта проблема – это вопрос, потому что четких правил нет, как и, кстати, в других общественных пространствах. В регионах, наверное, ситуация обстоит намного хуже, связанная с разными вопросами, в том числе и с тем, что в регионах все-таки больше отношения к собаке не как к члену семьи и домашнему питомцу, а скорее такое традиционно-функциональное. Я не говорю про всех, но многие держат собак для охраны, держат их на цепи, собака охраняет дом – это такая традиция. И в этом смысле действительно, когда ты тоже видел собак, которые охраняют дом, живут на цепи, их можно себе представить, как вот эта собака с цепи заходит с тобой в кафе. Поэтому в тех регионах и в тех местах, где отношения более традиционно-функциональные, док-френдли среда и док-френдли культура развиты намного меньше. В мегаполисах, где отношения такой партнерски-компаньонская, и среда и культура развиты лучше. Что нужно вообще сделать, чтобы в регионах, не в мегаполисах, а в маленьких городах, городская среда стала более дружелюбной, какие-то места стали приспосабливать и учитывать то, что живут не только люди, но и собаки? Ну, смотрите, первое, что нужно сделать всем нам, я сейчас говорю и о чиновниках, и о собаководах, и о прочих горожанах, признать, что собак много, это полноправные члены общества. Это не блаш. Нас часто спрашивают, и что? Если у вас док-френдли, что мы должны с лошадьми заходить, или с воробьями и так далее. Но я думаю, что если бы лошадей, к которым относятся, как к членам семьи, стало бы столько же, сколько и собак, то, наверное, среда должна была быть открытой для лошадей. Но этого не происходит. Собаки – основные наши городские спутники, которых действительно много. Вот это первая история. Вторая история. Мы все, опять-таки, я говорю и про власти, и про собаководов, собаковладельцев, должны понимать, что комфортно должно быть всем. Ну, то есть не то, что мы, как собаковода, требуем дойти нам. Нет. Мы нуждаемся в среде, но при этом мы хотели, мы сами готовы соблюдать правила, вот, убирать за собаками, одевать на мордники и так далее. Соответственно, правило – еще одна очень важная вещь, которую необходимо сделать адекватной и выполняемой. Я уже говорил про общественный транспорт. Это же касается кафе, торговых центров и прочее. Парков, скверов вроде можно, вроде нельзя. И это всегда остается на усмотрении конкретного охранника. Это неприятно. Вот. Еще одно, конечно же, важное условие для того, чтобы города были комфортны для жизни собак – это площадки. Они должны быть, их должно быть много. Ну, вот наша идеальная мечта – сделана так, чтобы площадок для собак было столько же, сколько площадок для детей и площадок для занятия спорта. Тем более, что владение собакой, и когда они у меня появились, я начал сгулять с ними два раза в день, по часу, час-полтора. И надо сказать, что с точки зрения продолжительности жизни, качества жизни, здоровья, иммунитета и прочего, влияние собаки не хуже, чем влияние спорта. Вот. В площадке еще одна история. Третья очень важная история, ну, инфраструктурная, вместе с площадками речь, это об урнах, потому что владельцы готовы убирать за собаками, но для того, чтобы убирать, часто не хватает урн. Таблички раздражающие, агрессивные, тоже неплохо бы заменить на более позитивные. Здесь можно, здесь нельзя, спасибо, что убрали и прочее. Ну, чтобы мы, как владельцы собак, не чувствовали, что город относится к нам негативно, ну, и мы готовы отвечать тем же самым. И очень важная история, здесь уже, которая касается только культуры, культуру ответственного отношения к собаке и к окружающим, людям передают люди. И в этом смысле важно давать возможность на этих площадках или не на площадках кинологам работать и делать так, чтобы позаниматься собакой у специалиста даже на небольшое количество занятий было бы легко и доступно. Потому что даже в Москве, вот мы проводили исследование, 92-93% респондентов сказали, что у них нет возможности позаниматься с кинологом в шаговой доступности. Вот, наверное, это основные меры, которые стоит реализовать. И говорили еще много про то, что нужно, чтобы собаке тоже было комфортно, а вот что может это сделать? То есть какие-то, может быть, лайфхаки или примеры удачные вы видели, или, знаете, какие-нибудь там, не знаю, лавочки для владельцев и собак одновременно, или какие-то там дрессировочные стойки. То есть что это может быть такое? Спасибо за вопрос. Он прям вот про нас, потому что это, наверное, одна из ключевых фишек нашего проекта. Наш проект, помимо культуры и, соответственно, отношения к собакам, занимается еще и производством игрового оборудования. И, в общем-то, мы одни из первых, а может быть, первой системно внедряем игровое оборудование для собак. Это специальные такие штуки, на которых владельцу собака интересна. И они принципиально отличаются от дрессировочного оборудования, тем более, что дрессировкой, как я уже сказал, мало кто занимается. Вот, мы делаем игровое оборудование, мы тоже много советовали с кинологами. Действительно, мы сделали такие специализированные лавочки, которые вместе с инфостендами, с держателями для поводков, с ящиками для хранения амуниции. Ну и вот много-много таких мелочей, которые специализировано делают жизнь для владельцев ночи. Но еще одно очень важное направление – это, конечно, природа. Потому что и владельцы очень ценят возможность собакой побыть на природе. И для собаки никакая навычка, никакая игровая площадка не заменит возможность побегать в лесу. Поэтому такой важный даже, ну не лайфхак, а такая лайфстрейтеджи, стратегия жизненная в том, чтобы делать в общественных пространствах, в парках, в городских специальные территории, даже не прям суперпартии, как в Америке, но хотя бы огороженные территории, где можно комфортно провести время с собакой. Вот еще одно направление, которым стоит заниматься. Спасибо вам большое. Надеюсь, успеете оценить и в Калуге, как у нас с док-френдли. Может быть, даже не разочаруетесь, какие-то будут хорошие примеры. Будем надеяться. Спасибо. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok